Мы народ, богоносец, мы народ, победитель, будем резать друг друга. А вы поглядите, как мы режем друг друга за всеобщее счастье и последний из нас перережет запястье. Пока одни слагают песни о том, как стравливают людей, другие выдумывают боевые мантры заклятия, что не дают воюющим одуматься. Это ведь очень важно – оправдывать смертный грех. Если видел сам, значит знаешь точно. Если веришь словам, значит балабол заочный. В любом раскладе есть другая сторона медали. Грех, смех, слезы, истину украли. Есть только один шанс – душа, которая все-таки есть в, казалось бы, бездушном оружии. 17 канал решил провести параллели. Возможно, этот материал вернет журналистику заблудших и сможет остановить бойню. Меня зовут Оля Волкова, и я искренне верю, что работаю на мир. Я правда хочу научиться всем тонкостям журналистики и понимаю, что сейчас только лишь в начале своего пути. Мне предстоит прочитать еще сотни книг, а сейчас я разобралась в основах этого важного дела. От каждого склазанного слова зависят человеческие жизни. Мне доверили поездку в Минск. Это редакционное задание расследования. Как вернуть в профессию лучших представителей, которые имеют колоссальный опыт, и нам, молодым, будет у кого учиться. Здесь уже постелили красную дорожку, включили свет на всех этажах. В пять часов вечера по Минскому времени четыре представителя стран пройдут по этому холлу. Они поднимутся на второй этаж, зайдут в зал для переговоров, закроют двери и начнут решать будущее Украины. Вот и они, кумиры молодых журналистов. Глаза и уши сразу нескольких народов. Восхищение неожиданно сменяется разочарованием. Звезда украинского эфира Гордон намекает, что ему важнее снять президентов-миротворцев. В эпоху, когда встречают по одежке на микрофоне, мы специально убираем логотип. Ведь учебники по журналистике учат, репортеры не имеют границ, да и стран в общем-то. Иначе зритель не получит объективной информации. Не тут-то было! Опытный коллега разоблачает вопросом. Какой канал? 17-й. Это в Киеве? Да. А, что же вы сразу не сказали? Неужели этот профессионал, вопреки стандартам, занял одну из сторон конфликте? Общение прерывает появление главных персонажей мирных переговоров. Тот, кого совсем недавно западные политики называли последним диктатором, дождался международного признания. Европейцы забыли обещание руки не подавать. Да и бать, как белыми розами, похоже, простил старые обиды. Последним появляется тот, чье слово – закон, да как минимум половины собравшихся СМИ. И повод видеть агрессию в любом действии для остальных. Мы же агрессоры, держим марку, скалим зубы. Вежливость нам не мешает оставаться грубыми. Какой восторг я русский, держава полземли трясла. Да, да, мы, мы, империя зла. Как только массивные двери закрываются за переговорщиками, мы пытаемся закрыть вопрос с господином Гордоном. Неужели он не понимает, что однобокая подача – залог неправильной трактовки, как следствие разжигания ненависти? Вина журналистов в войне на востоке Украины, я считаю, огромная. Потому что журналисты российские настолько способствовали разжиганию розни, настолько способствовали продолжению войны, что я думаю, что журналистов впоследствии будут судить наравне с теми, кто эту войну начал. По законам жанра идем с аналогичным вопросом к россиянам. Баланс мнений – незыблемое правило журналистики. Ну что журналисты тут не виноваты, в войнах виноваты те, кто их развязывает, но это точно не журналисты. Журналисты бывают, освещают, бывают, освещают по-разному, бывают, что усиливают, более подробно, что ли, рассказывают одну или другую сторону, встают даже на позицию начута, что не очень здорово. Но журналисты не развязывают войны, это точно, в руках у них нет оружия. Неужели мир сошел с ума, и объективность, порядки вещей меняют на личное отношение к теме? В голове как-то начали сразу всплывать образы из поля боевых действий. Похоже, что эти акулы-пера вместо океанной информации борозят просторы. Хозяйская будки. И наверняка они меняют себя цепными псами демократии, но уж никак собачонками на побегушках. История о том, как не сложился разговор у Live News с 1 плюс 1, становится первой топ-новостью из Минска для Украины. Народ, ожидающий мира, получает со всех нацканалов новый повод для ненависти. Справедливости радио уточняем. Что именно хотел сказать коллеги из Киева, московский репортер? Информационная война существует явно, как в любой ситуации, при любой войне. Есть две стороны. Я считаю, что никогда ни один журналист не может быть на 100% беспристрастен. Он так или иначе, хоть на миллиметр, но как-то отстаивает, наверное, одну из позиций. И понятно, что у официального Киева одна позиция у официальных каналов Киева, одна позиция у оппозиционных каналов Киева, другая позиция. Так же, как и у российских журналистов, одна позиция у прогосударственных СМИ. У независимых российских журналистов немножечко, может быть, другая позиция. В то время, как каноны журналистики рушатся на глазах, становится понятным. Сейчас большинство репортеров охотно соблюдает лишь одно правило – война войной, а обед по расписанию. Когда в Минске подают горячие блюда, в Донецке падают снаряды. Горит живьем водитель маршрутки. Вынос солений совпадает с невыносимой болью родни. В Стаханове оплакивает погибшего. Белорусы как-то символично несут еду, накрытую салфетками. Пока бойцы информ войны набираются сил для новых сражений, проверяем на кровожадность европейские СМИ. Мы освещаем ту картину, которую мы получаем, конечно. Мы стараемся максимально объективно это делать. У нас нет никакой заинтересованности в том, чтобы подавать это как-то однобоко. Мы информагентство, поэтому... Роль Европы сложнее до оценей в сложившемся конфликте. Но ответ испанцев вселяет надежду. Сказанное совпадает с поступками журналистики. Следующий в прицел нашей камеры попадает белорусская пресса. Считайте, какова вина журналиста в войне для Москвы и Украины? Ну, я считаю, что журналисты на самом деле... Так, ребят, секунду. Давайте договоримся без провокационных штук, потому что... Просто вопрос, как вы отвечаете? Вина журналиста? Вы считаете, есть информационная война? Я считаю, есть информационная война. Достаточно включить, ну, скажем, например, на ТВ-телеканал. Мы увидим одно, включить украинский телеканал, мы увидим другое. Включить Евроньюзь мы увидим третье. Вина журналиста, как собирательного образа, в том, что все-таки не нужно путать работу и свою гражданскую позицию. Безумно хочется обнять коллегу, но на поле брани и сентиментальность могут рассеять, как сдачу национальных интересов. Подушевленные, направляемся к землякам. Слушаем прямое включение Ирины Смирновой. С удивлением замечаем, ни одного слова про террористов. Все по факту, информативно и правильно. С надеждой задаем тот же вопрос, что и всем. Украина, 17 канал. Какой? С чего не представляете? 17 канал? Жанна, большой привет. Хорошо. Делать ее сделаете? Нет, почему? Ли СМС-того канала. НТВ. А если я спрошу на вопрос, вы, может быть, перемомените свое мнение? Нет, сейчас на жрать. 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 Прощаясь, думали пожелать приятного аппетита. Как нарываемся на неприятности. Свободная пресса вдруг вводит цензуру. Не трогайте, пожалуйста. Не просите, не снимайте. Если это вы сейчас дадите, будет большой стандарт. Без согласия, да. Да. Так это же нормально. Я серьезно говорю. Я серьезно говорю, будет большой скандал. Я вашего Жанна угою просто. А кто, новосельцев, что ли? Да. За что? В какой-то момент я в буквальном смысле перенеслась на поле брани. Я увидела дым сражений в глазах коллег. Неужели они не понимают, что их настрой передается зрителям? Неужели матюрые специалисты не понимают, что колкими, обидными фразами они призывают убивать, что по сути дела ведут к смертному греху? Не дай бог вы вот это вот дадите. Не дай бог. Я вас предупредила. Будете долго бегать в суды. Я вас предупредила. Мы журналисты 17-го канала. Что случилось? Нет, мы вот просто как... Коллеги наши, почему-то к нам так неприятно. Да ладно, давайте мы... Не, мы же нормально. Не, мы не хотим интервью давать просто. Люди хотят... Так выключите камеру, что вы пишете нас? Мы не вас пишем. А вы пишете сейчас? Конечно, не пишете. Да, камеру пишут. Потому что они знают, я не скрываю. Я же их не прописываю, я им говорю, что их не прописываю. Я же не скрываю. Ребята разбежались тогда. Неужели причина конфликта – голод? Честно жрать. Мистика. Но примерно в это время градами кто-то поливает Донецк. Вы знаете, ведь вас проинформировали о том, как это было и какие были решения. А вообще практика решения подобных вопросов других форматов не терпит и не знает. Поэтому это вполне нормально, что рабочие вопросы обсуждаются за закрытыми дверями. Если бы вы к этой ночевке, что вы привели здесь еще и слышали вот эти рабочие диалоги и переговоры, вы сошли бы с ума. Так что радуйтесь, что вам не пришлось участвовать вот в этих рабочих тусовках. Это очень тяжелая работа, очень скучная, поверьте мне, очень скучная. Ну и я еще раз подчеркиваю, других форматов для того, чтобы обсуждать подобные вопросы нет. Это рабочий формат. Вера в профессию еле жива. С почти мертвой надеждой на мир следим за оглашением договоренностей. Изучая документ, возвращаемся домой. Записываем комментарий Жанны Новосельцева по поводу угроз от коллег. А почему вот за вопрос о разжигании войны тебе угрожают? Ты не боишься? Страшно, ведь меня предупреждали. Сиди, не рыпайся, за тебя уже решили. Ой, да броси, не таких через бедро кидали. Ушатали, угомонили. Ну, с песней жить веселее. Ну, а если в общем, как только журналист перестает быть объективным, он перестает быть акулой пера. Максимум, это сушеная зубастая рыбка. Оператора, я вижу, там жути нагоняют. Вот с ним готов говорить по-мужски. Ну, если, конечно, он не женщина с бородой. На каких стандартах журналистики можно говорить, если, например, мы делаем телемосты с Донбассом, и нас за это называют сепаратистами. А ведь многое могли там подчеркнуть. Нам на связь должен выйти мозговой. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть единственный шанс, у мужиков взрослых, и хороший шанс построить ту страну, как мы считаем нужным. Мы можем это сделать. Без России и без Запада. Сильно Украину боятся все. Это действительно народное, чтобы законы в ней соблюдали. Именно так, именно так. И пословисти справедливость. Именно так. Это, так сказать, три главных и основных степени, на которых должно быть сделать государство. 100%. Взять лучшее в Европе, в России. И делать свое. Да, и будет свое. И самое лучшее и крепкое будет у нас. Если мы сможем это сделать, то тогда не понадобится, не понадобится, если на НЛНР, не ДНР. И пускай это будет единая Украина. Конечно. Вот что плохого в том, что журналист против искусственно раздутой войны. И почему нынче ценят за призывы убивать сородича? А почему вы не идете на фронт? Ну, во что, поеду. Когда? Ну, не важно, когда мы поедем, мы поедем. Вы считаете, что когда там убивают людей, вот сейчас этим надо заниматься? А что на фронт не едут? Так, а может, лучше надо идти туда, там, с ними воевать, а не здесь. Видите вот этих молодых ребят? Вот они собираются завтра на фронт. Я знаю, еще, но я сейчас уговариваю. А почему вы не собираетесь? Я там не был. А почему я был там, а вы не были? Ответьте себе на вопрос. Я обращаюсь ко всем репортерам. Скольким из вас удастся потом спрыгнуть, как Мустафе, разжечь ненависть и уйти в депутаты? Да, 17 канал отличается в подходе освещения тем, мы тоже за единую Украину, только за единую мирную Украину. Не пойму, зачем равняться на тех, у кого дырявая совесть? Зачем они пытаются стыдить наших гостей, которые приходят к нам на эфир? Для чего вы берете участь в таких телемостах? Яка мета? Ну, это спілкувание с Кайпом, насколько я разумею. Я общаюсь с теми, кто может повлиять на ситуацию на Востоке, на Донбассе. И если такие телемости будут показывать какой-то положительный эффект, я буду на них ходить. Мы видим, как спецслужбы нынче работают с героями наших сюжетов. Мы всем помогаем с чистой совестью, а они спустя время неожиданно клевещут. На самом деле это просто сборище наркоманов, которые постоянно были нанюханы и накурены и так далее. Они там сразу начали в Днепре купаться, когда, скажем так, ни на 7, ни на 8 на улице, то какие-то... Нас клеймят сектой за призывы жить здоровой жизнью, а мы все равно не теряем веры и сплочаем молодежь. И пусть мы люди хаоса, но каждый сюжет на 17-м канале проходит жернова внутренней критики. Сборная со всех уголков Украины в споре рождает истина. А ответьте себе вы честно, с каких небес падает ваша редакционная политика? У нас просто волнует вопрос, неужели вы выполняете заказы? Мы обращаемся ко всем журналистам мира. Перестаньте врать. От вашей правды зависят жизни не только украинцев, но и всех землян. Якщо ты стал пропагандистом, зрозумей. Твоя критика для нас как похвала. Мы искренне верим, что исполняем волю Творца. Он создал нас всех миролюбивыми. Без всяких вложений в раскрутку. Наш ресурс становится популярнее день ото дня. Вы не думали, почему именно наша камера одна из ста сняла видео, что бьет рекорды в интернете? Мы обращаемся к олигархам и президентам. В этот мир вы приходите голыми и все равно уйдете ни с чем. Жертвуйте на мир. Вы заиграли свою ножку. Мы знаем, что злые критики обвинят в постановочных ответах. Зрители поймут, простят и поддержат. Добро все равно победит Будь добру! Огни фраер видит всех и время все покажет. Ценности внушили, информации внушили. Глаза бы вас не видели, а руки ваши шеи душили. Бьемся головой о стенку, да, но нас и сотню не видал бы света, если бы не тьма подворотник. Ты кушай, кушай, если лажи вкус приятен. Маслой ложкой, зацени приятелю, откуда молодым культура, если старше быдло. Подменили все, дерьмо-тере повидло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова